Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 11 февраля 2020-го, вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Обещанный коронавирус. Пришло время рассказать о том, чем это нам всем грозит. Экономике мировой, нам самим лично, нашему городу и вообще азиатскому региону, всему миру, наверное. Пришло время, потому как информация собирается, собирается, собирается. И много событий уже происходит. Есть определенные цифры, которые пугают, если честно. Но есть и некоторые положительные моменты в тренде. Пока рано, конечно, о тренде говорить, но есть определенная надежда. Короче, что может все и достаточно быстро закончится. Поговорим, расскажу вам, что происходит. По крайней мере, сейчас. Вот. Ну и во второй части, ближе к второй части, надо о наших американских реалиях все-таки поговорить немного. Разгребая завалы после моего отпуска, неплохо было все-таки текущей ситуации коснуться, так как сегодня праймеры с Нью-Хэмшир демократические проходят. У кого больше шансов? Вот. Ну и вообще, как выглядит наша страна после оправдания президента Трампа в Сенате? И закрытия процесса импичмента, по крайней мере, этого его этапа. Вот. Поговорим. Я думаю, останется у нас время, потому как это важные вещи. Они должны быть сказаны. И заодно протестируем. Увидим мы, я думаю, со временем, как на демократах этот импичмент в итоге отразится. На Байдене, похоже, уже отразился, как я вам, в принципе, и предсказывал. Ну, посмотрим. Попробую тему эту раскрыть, насколько у меня на это хватит возможности и времени. И компетенции, конечно. Напоминаю, друзья, что вы можете мне писать. 347-460-0877. СМС-портал прямого эфира. 347-460-0877. Нью-Йорк, Майна, Филадельфия. Это прямой эфир. Руисей, радио-эп и iHeart, радио-эп везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на Саундклауде и слушает меня на Саундклауде, смотрит на Ютубе, пожалуйста, ищите меня в Фейсбуке, Твиттере, задавайте ваши вопросы там, потому что это, естественно, запись. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. С момента первой информации о том, что возник некий вирус, который теперь мы называем коронавирус, и что угроза есть, много разных слухов появилось, особенно в социальных сетях. Мы читали разные вещи, всякие конспираси-теории, да, конспираси-теории Загоров появляли, что китайцы, на самом деле, объявили этот вирус специально для того, чтобы... Ахинея, конечно, невероятная, но красиво, очень убедительно звучало, что китайцы сделали все это специально, раскрутили для того, чтобы все начали сбрасывать акции крупных китайских компаний, а потом сами китайцы их замечательно по низкой цене купили, да, после selling short, да, после того, как на поднижение, короче, сыграли. И в итоге китайцы сами для себя купили большое количество акций для того, чтобы заработать кучу денег. Вот. Это первая теория, там еще было много разных. Следующая конспирологическая теория, о которой мы все время слышим, что на самом деле никто не знает, что там в Китае происходит, да. Ну, помимо официальной информации, есть же еще неофициальная, вот. И никто не знает, сколько там на самом деле больных, много очень больных. И эти официальные цифры, это все чушь, на самом деле там уже зараженных чуть ли не полмиллиона, и уже мертвых чуть ли не 10-15 тысяч человек, но просто китайцы нам этого не говорят. Вот. Такая информация тоже проходила. В общем, такая утка. И люди клюют, конечно же. А есть люди, которые считают, что все это туфта, все это вообще неправда, это фейк-ньюс вообще, весь этот коронавирус, фейк-ньюс. Я встречал разные мнения на Фейсбук и в разных других социальных сетях. Хочу сказать, ребят, друзья мои, нет, все это не так, к сожалению, для нас. Это информация настоящая. Но есть как бы и раски надежды определенные, есть определенные позитивные сигналы, хотя, как глава Всемирного торгового, Всемирного организма здравоохранения говорил нам буквально несколько дней назад, что эти позитивные сигналы воспринимать как окончание опасности ни в коем случае нельзя. Вот. И пока они в тренд, в тенденцию, то есть, говоря по-русски, не сформировались. Хотя слово тенденция тоже не русское слово. Хорошо, не сформировались пока. Вот. Есть просто отдельные знаки. Позитивные знаки в том, что количество заболеваний, новых заболевших, оно перестало сильно расти, и оно, то есть, этот график, да, он пошел как бы вниз. То есть, количество новых заражений, слушая сообщения о новых людей, о новых людях, которые диагностированы с коронавирусом, они, их количество уменьшается пока. Вот. Пока такой тренд. Сейчас. Сейчас. Последние 2-3 дня, по-моему, эта ситуация вот такая. Опять же, сказать, что это прям все уже реально так будет, и больше не будет вспышки новых заражений, мы не можем ничего этого сказать. Поэтому мы все сосредоточились, конечно же, на Китайской Народной Республике, которая являлась источником всего этого. И давайте посмотрим внимательно, что же происходит в Китайской Народной Республике. Для начала я должен вам сразу сказать несколько цифр, чтобы вы понимали, о чем мы сейчас говорим. Значит, количество погибших от коронавируса уже превысило количество погибших от SARS, да, который был до этого, крупной эпидемией. А уже на сегодняшний день, по-моему, источники различаются. Одни источники сообщают, типа Аль-Жазиры, сообщают, что количество умерших превысило тысячу человек только. Есть источники типа Wall Street Journal, которые говорят тоже примерно такую же цифру. Есть источники, которые называют количество умерших от коронавируса 1107 человек на сегодняшний день. Причем вчерашний день по количеству смертей стал рекордным. И это сообщают все источники, одну и ту же цифру, 107 человек умерло вчера. Вот. Не знаю, что пока данных по сегодняшнему дню нет. Значит, есть опять же здесь тоже определенные моменты, которые я должен вам сказать, чтобы вы понимали, что в основном те, кто погибают от этого вируса, они люди в зоне риска находящиеся. Либо они пожилые люди с ослабленным иммунитетом, либо они уже чем-то болели, что тоже ослаблял их иммунитет, либо это дети маленькие. Вот. Ну, примерно такую картину рисуют те источники, которыми я имел дело, последнее время, потому что вы уже понимаете, что на многих новостных сайтах, новостных каналах телевизионных информация как бы коронавируса сейчас идет в первую очередь. Это как бы главные новости, потому что они влияют невероятно на мировую экономику. Например, да, теперь давайте... Нет, перед экономикой надо сказать еще некоторые вещи, которые важны в политической точке зрения и с точки зрения нашей с вами безопасности. Значит, во-первых, да, для нашей с вами безопасности, если вы пользуетесь общественным транспортом и ездите на метро или на автобусе и находитесь или работаете с большим количеством людей, например, в центрах для взрослых, дневного развлечения, развлекательных центров для пожилых, например, да, или в больницах, неважно, где бы вы, на любой работе, где вы соприкасаетесь с большим количеством людей. Основное здесь условие, да, ну, во-первых, неплохо, конечно, носить маску. Я, конечно, понимаю, что это, наверное, может быть, чересчур слишком много, и я, например, сам не ношу, вот. Но если вы прям так сильно беспокоитесь, неплохо надеть маску. Это раз. И самое главное здесь условие, как можно чаще мыть руки. Это говорят все, буквально все, 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 все сегодня эксперты, которые выступают в том информационном поле, которым я соприкасаюсь. Обязательно и постоянно, все время. И после этого вы можете, как вы их помыли, медицинский совет, понятно, кожа будет сохнуть такого частого мытья рук, если особенно она не приучена к этому, то нужно после этого, естественно, наносить крем увлажняющий на кожу, чтобы кожа не пострадала, но мыть руки надо часто, это помогает. Ну, я не для того здесь, как бы, для вас сейчас нахожусь, чтобы вам медицинские, гигиенические вещи говорить. Это не моя задача, просто по-человечески хочу лишний раз сказать, что нельзя это дело переоценить, насколько это важно. Вот, часто мыть руки. Это понятный момент. Теперь, я не знаю, помогает ли та прививка, которую мы все тут делали в этом году, в этом сезоне, может ли она помочь. Ну, и наверняка надо усиливать иммунитет, без сомнения. Лимоны всяческие, мандарины, витамин С, конечно же, да, всем это понятно, это нужно делать всегда. Вот, это все понятный момент. Опять же, помню, что погода, которая сейчас у нас тут, то холодно, то жарко, то холодно, то жарко, это не очень хорошая погода для того, чтобы организм воспринимал вирус. В таких условиях организм чаще воспринимает вирус. Но это все не тема моего, моей передачи. Это вам расскажут доктора. Теперь, что хочется сказать мне, в основном. После того, как информация пошла о том, что вирус распространяется, и город Вухан, населением несколько миллионов человек, еще 10 миллионов человек, по-моему, населения, как бы центр распространения этого вируса, где первые случаи были сообщены, встал на карантин. И также провинция, в которой вокруг проживают 60 миллионов человек, они на карантине, то есть им запрещено из дома выходить. Вот. И все, что там делают, делают военные, доставляют туда продукты. И, естественно, сами путешествия были разрушены. Во-первых, мы помним, что все началось. Сама проблема началась, стала публичной. И информация о ней начала распространяться накануне китайского Нового года, что, конечно, отменило в Китае празднования, которые недельные празднования Нового года. Но из-за этого вируса празднования были, то есть выходные дни были продлены специально, чтобы люди как можно больше оставались дома. Это, само собой, все имеет экономические последствия. Сейчас я о них дальше расскажу. Но главное здесь сейчас нет. Значит, военные реально степ-тап, да, то есть они были вовлечены с самого начала в то, чтобы нейтрализовать усилия. Также китайцы начали, я думаю, что вы за новостями следили, китайцы построили мгновенно, в Ухане, да, в столице этой провинции, Хайбэй, построили два госпиталя мгновенно, которые достаточно большое количество людей могут там держать. Пять тысяч, по-моему, каждый госпиталь, койко-место имеет. Вот. Это в рекордные сроки было сделано. То есть сказать, что китайцы не делают все, что они могут, мы не можем. Вопрос в состоянии ли при всем том, что они делают, вот это все изолировать распространение, да, прекратить распространение этого вируса, пока мы не можем. Самое страшное в этой истории это то, что сейчас просто о физической безопасности, говорю человечеству, да, что мы не знаем, как его лечить. И вот сегодня проходила большая конференция Всемирной торговой организации. Всемирной, простите, все время торговля лезет, черт, в голову. Значит, Всемирная организация здравоохранения. Во-первых, да, также важно, что сегодня, в отместку всем тем, кто распространяет слухи о том, что мы не знаем, сколько зараженных и сколько умерших. Зараженных, кстати, число зараженных превысило 42 тысячи человек. Ну, сегодняшний день, по информации, Волст и Джонал, даю вам источник. Да, 42 тысячи человек. Значит, основная масса, конечно, в Китае. Значит, есть кейс в Бруклине, есть кейс в Нью-Йорке, в принципе, и не в Бруклине. Есть еще в некоторых американских городах кейсы, не могу вам перечислить, в каких. Но в Бруклине есть уже точно кейс, вчера бы об этом было сообщено. Значит, теперь представители организации, эксперты сегодня, с понедельника, точнее, не сегодня, а с понедельника находятся на территории Китая и поехали в Ухан, чтобы инспектировать ситуацию. Это всем тем, кто говорят, что китайцы нам, правда, не сообщают в этой ситуации, и при таком мониторинге и инспекционных этих поездках вряд ли возможно какую-то правду утаить. Вот. Значит, мы будем знать более четкую картину, и они там оценивают риски довольного распространения этой эпидемии и так далее, и так далее. Этим эксперты Международной организации здравоохранения сейчас занимаются в Китае. При этом идет форум. 400 высочайшего уровня экспертов съехали из Женевы, если не ошибаюсь, где находится штаб-квартира этой организации, World Health Organization, да, WHO, именно организация здравоохранения. И они сейчас пытаются понять, что и как можно быстро сделать для того, чтобы эту угрозу нейтрализовать. Значит, по моим источникам, по моим источникам, я не претендую как бы на то, что я прочитал, что реально говорить о появлении антисредства от защиты, да, как лечить, то есть вакцина, появится через 18 месяцев не раньше. Это то, что я узнал. В принципе, 18 месяцев — это огромный срок, и если она выйдет из-под контроля, то как бы мы понимаем, физическая угроза возникает для всех. Вот. Это первое, что мы должны знать. Опять же, паниковать не надо, просто чтобы вы понимали реально, что происходит. Значит, пока 18 месяцев. Это официальная информация. Вот. Вопрос, может быть, что кто-то где-то будет достигнуть прорыва, если мы будем правильно хорошо молиться, то, может быть, решение этой проблемы возникнет намного быстрее. Или, как нам обещают разные всяческие другие информационные источники, к концу февраля начнется спад реально в угрозе, потому что просто закончится сама по себе распространение такое активное, и все. Просто цикл пройдет. Вспышка пройдет, и все. Возможно, все теоретически, все это возможно, но в ситуации, когда как лечить никто не знает, это немного... То есть вакцины нет. Как лечить? Есть, я понимаю, что те, кто уже поправился, излечился. Но это, видимо, было связано с тем, что у них был сильный иммунитет, организм их был готов, и они были в достаточных силах, организм имел достаточную силу для того, чтобы с этой болезнью самостоятельно справиться. Вот, с этим вирусом. Но, опять же, я не врач. Более подробную информацию вы можете получить у своих докторов. Вот. Теперь. Это моменты, которые касаются непосредственно физической безопасности человечества. Значит, вы знаете, что есть несколько круизных кораблей. Некоторые из них стоят около гонконгского берега, кто-то, кто-то у японских берегов. Людей оттуда, где они там диагностировали, там по 4-5 тысяч человек пассажиров на круизе. И были найдены, были диагностированы некоторые пассажиры с вирусом. Уже тот, который около гонконгского берега стоит, у него уже 135 зараженных. Значит, теперь политические дальнейшие последствия. Ну, естественно, их не пускают на берег, они там в карантине, и они уже там в этом карантине находятся, я так понимаю, 3 недели. Кто-то само по себе создает определенные проблемы. Мы понимаем, какого рода. Военные доставляют, я так понимаю, на эти корабли продукты. Но это такая тюрьма для них. Вот. Значит, единственное, что протестов в Гонконге нет. В плане политических, первые политические последствия, которые китайцев может порадовать, это то, что из-за этого вируса, естественно, массовых протестов сейчас нет. И, скорее всего, когда все это закончится, они так быстро прям не возобновятся опять. Но это, понимаете, если бы, я думаю, что Си Цзиньпин сегодня выбирал, с чем ему столкнуться, с продолжением протестов в Гонконге, которые уже как бы, которые уже так долго продолжаются, что я думаю, что он к ним уже привык. Или тем, чтобы коронавирус этой протесты отменил, я думаю, что он выбрал бы протесты в Гонконге любому коронавирусу. это понятно, потому что страна сейчас напрягается невероятно, и ее валовый продукт уже упал на... ее ожидание годового валового продукта упало до отметки в 5% с 5,7% прогнозируемых. Что само по себе для Китая достаточно опасно экономически. Но это, опять же, экономический разговор. Значит, Си Цзиньпинь вчера навестил госпиталь в Пекине, в масках, как положено, прошел полную процедуру, то есть там замерили его температуру перед входом, что он в порядке. Несколько недель он вообще не появлялся на публике, и это было его первое публичное появление. Естественно, оно было в госпитале сделано, он призвал нацию, короче, собраться силами и преодолеть эту опасность. Сегодня были уволены очень крупные чиновники Китайской Народной Республики, связанные, ну, по уровню примерно как замминистра здравоохранения, вот такого уровня. Ребята, я не буду вас утомлять сложность произнесения их титулов, да, но они занимались реально... И, кстати, некоторый из этих двух, один человек точно был достаточно известный человек в Китае, который реально для Китайской системы здравоохранения сделал очень много, в инфраструктурном плане, реформировал его, вот, его сегодня уволили, потому что оказались не готовы. Ну, естественно, чисто по соображениям как бы человеческим, смерть доктора, который первый начал бить тревогу, да, который начал звонить в колокол о том, что этот вирус очень опасен, и что он может... И вот он, в итоге он заболел, и он умер, да, смерть этого доктора молодого, который был как бы самым главным, прокличал первому угрозе, да, он... Она, конечно, весь Китайский колыхнул, и в самом Китае это вызывает сейчас, вообще вся эта ситуация вызывает определенное беспокойство, и определенные не то что волнения, но недовольство масс. И как мы понимаем, в стране, в которой миллиард четыреста миллионов человек проживает, и очень большая удельная часть молодежи тоже есть, вот, и социальные сети присутствуют, хоть и не открытый твиттер, и не открытый фейсбук свои собственные, но в них тоже критика власти идет очень сильная активная, что само по себе для китайской системы однопартийной опасная вещь, вот, и в такой ситуации сейчас, как бы, опять же, это может все стать перфект шторм для нынешней власти, потому что гонконгская ситуация уже определенные брожения в китайском обществе вызывала, я вам об этом рассказывал раньше, а тут еще и подобная вещь, и как поясняется, власти не особо четко справляются с этой ситуацией, даже, может, не по своей вине, но по их вине, в самом начале этой ситуации, вот, что я пытаюсь сказать, в самом начале, когда это только начинало распространяться, меры предосторожности, которые должны были быть приняты, не были приняты, и так это выглядит из всех официальных китайских источников, так это видит, и вроде они даже признают, поэтому-то увольнение этих крупных чиновников от здравоохранения в Китае произошло. Это то, что касается политического аспекта сейчас. Теперь давайте поговорим об экономическом аспекте, это немножко сложнее поговорить об этом аспекте, потому как тотальные и полные последствия того, что сейчас происходит, мы почувствуем и на себе, само собой, экономические последствия всего этого, но полностью все это почувствуем, и после того, как этот бардак закончится, не сразу, это займет время, и поверьте, это да, будет тяжело. Значит, в первую очередь мы должны понять, по информации на той неделе, например, в пятницу той недели, прошедшую пятницу, из 10 самых крупных портов мира, вы должны знать, 7 находятся в Китае, они были закрыты, но это как бы еще не проблема, потому как первую неделю после китайского нового года сам по себе это был праздник, и так бы никто не работал, все было бы закрыто, вторую неделю китайские власти продлили, со вчера, например, ожидалось, что люди поедут на работу, вернуться, но этому мешают несколько серьезных, как мы понимаем, факторов, во-первых, потому что многие компании до сих пор призывают своих сотрудников работать из дома, ожидалось, что вот сегодня, со вчерашнего дня по 18 число, то есть в течение этой недели в Китае совершать путешествия должны будут 160 миллионов человек, для того, чтобы вернуться к своим местам, вернуться к своим местам, где они постоянно проживают, потому что во время лунного нового года и празднования люди уезжают в семьи, в другие места, из городов, сельские местности, откуда они тоже, где у них семьи, ну много, короче, передвижений по стране, напомню, население Китая миллиард 400 миллионов, примерно, вот, соответственно, люди путешествуют, еще 160 миллионов это не так много, как бы при таком количестве, да, такой процент, вот, значит, это первый момент. Второй момент, даже если сотрудники перестанут работать из дома и начнут возвращаться на свои рабочие места, то некоторые путешествия затруднены, потому что просто нет этих коммуникационных, то есть некоторые поезда до сих пор не ходят, вот, внутри Китая определенные транспортные проблемы возникают, потому что, опять же, из-за карантина и из-за того, есть просто города-призраки реально, да, в которых все люди находятся по домам, в этой провинции, которая вокруг Вухана находится, это раз, это второе, да, третье, заводы крупные, да, например, Qualcomm, который производит дисплей для айфона, закрыт до сих пор, есть компании, которые уже начали, восстановили свое производство, Ford, например, наш американский, который в Китае завод уже работает, и еще некоторые компании уже работают, но я так понимаю, что айфоны пока не производятся в Китае, ну, по крайней мере, из той информации, которую я сегодня в Триджону прочитал, до сих пор не работает завод самый крупный дисплеев, то есть, нет, сотрудники не могут вернуться на работу, и даже если они могут, они боятся многие, и также в некоторых местах, в большом количестве мест, их призывают туда не ехать, с одной стороны, с другой стороны, не все можно из дома делать, понимаете, поэтому тут есть определенные проблемы, которые еще надо решать. Также, мы должны сказать, что китайская биржа, я так понимаю, то есть, биржа, короче, поначалу была информация, на той неделе я читал, что из-за того, что это произошло, около 400 миллиардов долларов стоимости 100 акций, да, превратилась в пара, из-за того, что акции начали резко падать, резко падать в цене. Понятно, что я пытаюсь сказать, что для рынка пока, нашего, для американского, на наш американский рынок пока это не повлияло, мы видим, вчера, например, достаточно успешно рос маркет, хотя, да, то есть, да, у Джонс рос, да, на Сдак, коэффициенты росли, хотя мы видим, что нефть, например, из-за того, что сейчас происходит, упала, вчера она падала ниже 40, ниже 50 долларов за баррель, у нас тут на американской бирже, WTI, а, вот только сегодня, по-моему, поднялась чуть-чуть выше, соответственно, мы уже чувствуем, что раз сокращается спрос на нефть, да, что даже то, что, например, да, грубо говоря, то есть, настолько сильно сократился спрос на нефть сейчас, что, то, что Хафтар, грубо говоря, в Ливии сейчас взял под контроль всю нефтеналивайку и не выпускает никакую нефть из Ливии, сейчас Ливия фактически не продает из 300 тысяч баррелей нефти ни одного, ну, последнее какое-то количество там недель, да, уже это происходит, это никак не влияет на цену, представляете себе, по идее, если такая ситуация произошла, цена должна пойти вверх, но этого не происходит, она идет вверх, почему настолько сильные последствия того, что спрос на нефть падает, падает, потому что экономика замедляется, теперь в долгосрочной перспективе все это может оказать очень большие тяжелые последствия для китайской экономики, для мировой экономики, мы еще не совсем понимаем, я сейчас даже не говорю о том, что если этот вирус начнет распространяться дальше, да, и если он, китайцам не удастся его с ним справиться, да, и он станет мировой проблемой, сейчас пока мировая проблема опосредована не напрямую, но он может стать мировой проблемой достаточно быстро, если не удастся им сделать то, что они пытаются делать, самая главная, как бы, цель Африка, которая первая, если она станет жертвой, там все значительно хуже, со здравоохранением, и если Африка готовится, Африка, кстати, уже достаточно давно находится в таком суровом, угрюмом ожидании того, что этот вирус может к ним прийти, пока не пришел вроде бы так активно, но если придет, то сложно себе представить, каковы у этого будут последствия, в общем и целом, друзья мои, тут важно понять, как мы понимаем, ничего просто так не происходит, и последствия таких крупных, таких крупных событий экономических, они всегда есть, повышение цен, скорее всего, на какие-то определенные товары может возникнуть, но даже не в том дело, что оно возникнет, понимаете, люди возвращаются в Китае, грубо говоря, на работу сейчас, и находят, что вся их цепочка, вся вот эта chain of supply, то, что называется, как это по-русски правильно сказать, цепочка поставщик, не могу правильно перевести, короче, вся цепочка, которая ведет к тому производственный весь цикл, он разобран, развален, потому что поставщики не возобновили производство, например, и вы представляете себе, когда контракты у вас, контракты длительные, огромные, с американскими, с европейскими компаниями на экспорт, те, кто когда-то занимался, понимают, что такое эти контракты, понятно, да, это обстоятельство major force, то, что называется в контрактном праве force major по-русски, ну, на латыни, то есть обстоятельство непреводолимой силы, говоря по-русски, понятно, что это так, но в итоге кто-то эти последствия всего этого должен будет в итоге на себе нести, и товар, когда он не произведен, и не продан, и не доставлен по адресу, он же ниоткуда не появится, соответственно, какой-то определенный дефицит каких-то определенных групп товаров может в итоге возникнуть, то есть все это имеет определенные последствия, и не может их не иметь, поэтому внимательно наблюдаем, смотрим и надеемся на то, что китайцы смогут с этим справиться, потому что если нет, то дальнейшее развитие всего этого может показаться нам реально уже опасным, и с экономической точки зрения, и, естественно, с точки зрения нашей безопасности, ну, а мы, опять же, что нам остается сейчас, чаще мыть руки, друзья, мы об этом не забываем. Бутик-политик с понедельника по четверг с 4 до 5 вечера сказал, как обрезал. Добро пожаловать, Бутик-политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня 11 февраля 2019-го вторника, обещал американскую нашу уже осветить реальность, потому как давно мы как-то этого дела не касались, а тут праймарист, тут айва-кокусы сбыли, мы видели дикие совершенно с невозможностью подсчитать результаты твитами нашего президента, который говорил, что, ребята, они кокус не могут провести, а вы говорите, что они могут ранить кантри, да, они будут управлять страной, они тут посчитать голоса не могут, вот, ну, посчитать, кстати, голоса, это общая проблема, помню, в 2000 году так и не смогли посчитать правильно, в итоге суд решал, кто президент, вот, но, кокус вообще-то, на самом деле, хоть она, конечно, настоящая демократическая система, и правда, реальная демократия такая, люди ходят, стоят там группами, их потом считают, а если разваливается и недостаточно, то они идут другим ребятам, присоединяются, вот, интересная схема, конечно, и она, конечно же, связана с нежеланием считать поднятые руки, когда, у прощи, легче посчитать людей, все понятно, вот, но тогда, сейчас-то все это не так, сейчас лучше праймарист, и скрыто тайное голосование, короче, сказали после этих, а у меня не было возможности свои пять копеек вставить по поводу этих, кокусов, да, я не знаю, как на русский слово, кокус провести, перевести, но, короче, многие эксперты сказали, что это последние кокусы Ваеве, да, вообще, больше никогда, теперь только never again, теперь только праймарист там будут проходить, но это, да, может, нет, демократы решат, я думаю, они взрослые дяди и тети, по крайней мере, часть из них, будем, но хочется надеяться, значит, сегодня Нью-Хэмпшир, в итоге, да, в итоге кокус Ваеве, так я понимаю, выиграл Питт Бутидидж, и Берни Сандерс на втором месте, Элизабет Уоррен на третьем пришла, ну, и Байден пришел на непроходном четвертом, на самом деле, и это последствия наверняка все-таки импичмент процесса, потому как Байден был, по оценкам многих экспертов, как он самым главным потенциальным кандидатом, ну, во-первых, он как бы центр демократической партии, вот, но и весь этот скандал, он не мог никак ему не повредить, это понятно, мне представляется понятным этот момент, и то, что пока еще его не начинают дергать по всему этому скандалу, это на самом деле просто потому, что ребята заняты, я имею ввиду, республиканцев сейчас другими вопросами, и у них сейчас демократич, у них сейчас год избирательной кампании, и если Даг Байден и останется на четвертом месте, а сегодняшний Нью-Хемпшир, скорее всего, покажет, где как, и Супер Тьюзды, конечно, который в марте, по-моему, проведет, он покажет больше всяческих вещей, Супер Тьюзды, скорее всего, Блумберг зайдет в гонку, он объявил, что он до Супер Тьюзды не будет участвовать, зачем ему в предварительных играх большого шлема участвовать, он как бы посеянный теннисист, вот так он себя, по крайней мере, воспринимает, если можно в конецной терминологии здесь каким-то образом ей оперировать. Короче, ну, шансов у Блумберг, как мы понимаем, получить номинацию, на мой взгляд, вообще никаких нет, у кого есть шансы получить номинацию, скорее всего, у Бутиджиджа, или у Сандерса, или Уоррен, да, эти три человека, кто там, у Клобоча, вряд ли есть шансы, короче, мне представляю, у Байдена, чем силен Байден был, в принципе, с очень сильной афроамериканской поддержкой, и, ну, я думаю, что Сандерс тоже может ее получить, и Бутиджидж тоже, человек, ну, из всех них, как бы, самый внятный, опять же, я сейчас говорю свое мнение, и я не демократ, в принципе, по духу своему сегодня, да, я больше риберторианец, да, я представляю себе, что, ну, некоторые вещи, которые демократы говорят, всегда были мне близки, я имею в виду всеобщую медицинскую страховку, естественно, дорогу, демократически взгляд на нелегальную иммиграцию, на иммиграцию, в принципе, ту реформу, которая необходима, на амнистию, которая необходима, на дорожную карту нелегалом предоставления им грин-карт, как это нужно делать, у меня взгляды на эту тему, вы знаете, сильно противоречат доктрине нашего президента, и иммиграция была одна из главных причин, по которой я за Дональда Трампа не голосовал в 2016 году, но в 2020 году я буду за него голосовать, по причинам, которые я уже обозначал, вот, опять же, и у меня уже здесь нет выбора, потому как слово не воробей, я уже дал обещание, что если произойдут некоторые события, связанные с суверенитетом Израиля над некоторыми территориями, то у меня не будет выхода, и пока что президент Трамп в плане своей израильской политики никак меня не разочаровал, скорее наоборот, и я должен сказать ему огромное спасибо за то, что он сделал, в принципе, за многие парадигмы, которые он перевернул, вот, и в этом как бы прелесть аутсайдера, который приходит со стороны, и со свежим взглядом, фреш-лук, это хорошо, и объективно это хорошо для настоящей реальности, это хорошо, и когда что-то хорошее происходит, надо об этом говорить, но есть некоторые вещи, которые я никак не могу принять, в частности, предложения, которые он собирается по бюджету сделать, с сокращением 5-миллиардных расходов на социальные программы, оно неприемлемо, по многим позициям, особенно, но неприемлемо для тех, кто, естественно, пользуется медикейтом и медикером, и у кого будут забраны эти деньги, это не годится, для чего же, чтобы полететь на Марс и Луну, это не нужно, а в Пентагон, и так достаточно, на мой взгляд, иметь денег, просто проведите правильный аудит, и там эти деньги есть, да, как в том старом анекдоте, кран-то там есть, но ты попробуй его найти, понимаете, для этого есть специальный аудит, аудит независимой компании, их можно из Европы даже позвать, чтобы они посмотрели, что там в Пентагоне происходит, куда и уходят деньги, потому как 740 миллиардов долларов, это много денег, даже если вы скажете, что львиная доля этих денег идет на выплаты всяческих пенсий и пособий нашим ветеранам, кои, я считаю, должны, по ним эти деньги получать, и они должны быть даже увеличены, эти пенсии и пособия, без сомнения, вот, потому что эти люди с оружием в руках защищали нашу страну, но при этом, надо найти другие статьи расходов Пентагона, которые можно сокращать, и без сомнения, поверьте мне, там этих статей десятки, десятки, и десятки просто нужно взять и их там поискать, вот, это, понятно, что сложно достижимая вещь, даже в странах с меньшими бюджетами и с меньшим расписанием всего этого, да, это было не так-то просто сделать, израильский опыт тому подтверждения, несколько лет назад там у них была попытка ЕРО Лапиды сократить бюджет, Министерство обороны, в итоге он не был сокращен, вот, но я сейчас не об этом, а тем более в Америке, где такое вот завязанное количество рабочих мест, тут все как бы понятно тоже, смотрите, значит, сегодня будет ясно, сегодня, кстати, будет более ясно, станет ясней, давайте так скажем, у кого больше шансов, я все-таки думаю, что Америка пока не готова к такому президенту, как Питт Буттич, так, Сандерс, с другой стороны, слишком радикален, нужен какой-то средний, да, вариант, но Элизабет Ворн, я по-моему, я так тоже достаточно радикальный, с того, пока не меня стало больше, все больше скатывается в прогрессе в сторону, поэтому, мне сейчас сложно сделать предсказание, Блумберг же, даже если он получает номинацию, никаких шансов не имеет, на сегодняшний день, на национальных выборах, мне представляется, что победить Трампа, из сегодняшнего набора кандидатов, исходя из того состояния экономики, в котором сегодня находится американская экономика, как растет рынок, 3,6% unemployment, безработица, что невероятный рекорд, правда, невероятно, я такого не знал, была ли когда-то в американской истории такая низкая безработица, вот, и люди чувствуют на своих пенсионных планах, на самом деле, присутствие Дональда Трампа в офисе, да, потому как маркет растет на обещаниях и на уверенности, и торговые соглашения будут запускаться в дело, если, опять же, вирус не помешает сильно, о чем я в первой части передачи говорил, а, если в итоге все пойдет как задумано, и в течение этого года экономика будет продолжать набирать хит, да, разогреваться рынок, то мне представляется, что, и при этом такая, нефть будет, не сильно подорожает, мне представляется, что у Трампа сегодня шансы невероятные на переизбрание, невероятные, вот, опять же, сложно делать прогноз, как мы понимаем, но я пока не вижу того демократического кандидата, который может составить Трампа конкуренцию, теперь самый главный вопрос для меня, я думаю, для вас это тоже немаловажный вопрос, каковы последствия всего этого цирка, который мы тут наблюдали, изначально заранее, зная, что Трамп оправдает Сенат, это было понятно, что ни один республиканский сенатор, ну, за исключением одного, который, на мой взгляд, на самом деле, не надо так всем нападать на Митра Ромни, который проголосовал вместе с демократами, а один человек, это нормально, кто-то должен взять, take one for the team, как называется по-английски, понимаете, чтобы не показалось так, что все республиканцы, они все, просто по партийным линиям голосуют, есть такой человек, как Митра Ромни, который голосует, исходя из своих убеждений, вот, и так как других свидетелей не было, он хотел, чтобы Болтон там выступал, то он не смог проголосовать вместе с остальными республиканцами за оправдание. Это допустимая ситуация, опять же, таким образом, честь республиканской партии в глазах демократов была спасена, в глазах населения, скажем так, была спасена. С другой стороны, само по себе понятие, сам по себе этот процесс, конечно, был фарс, потому что даже если сказать, что все, что сделал президент, в чем демократы его обвиняли, правда, это никаким образом не может быть импичьбл офенс, то есть, это никоим образом не может быть той причиной, по которой президенту можно объявить импичмент. И это очень важный момент, который я все время вам во всех своих обзорах того, что происходит, говорил, что это не повод для того, чтобы президента сместить с должности и объявить ему недоверие, импичмент. Соответственно, мы увидим на этих выборах, а самый главный тест у нас впереди. Ну, помимо того, что демократы сделали прецедент, который не нужно было делать, и который, наверное, или поздно сработать против них, в любом случае, потому что теперь любой демократический кандидат, если какой-то демократ в ближайшее время станет президентом, ему нужно будет ожидать от республиканской партии, они просто не дадут ему работать, вы понимаете? То есть, они реально, демократы, вместо того, чтобы выстраивать с белым домом нормальные рабочие отношения и смириться с тем, что президент на 4 года это Дональд Трамп, и работать. Вместо этого они все эти годы пытались ему работать, не дать, и в итоге то, что они сделали, на мой взгляд, была чистая попытка государственного переворота. История должна их за это наказать. Я не призываю президента и администрацию сейчас заниматься охотой на ведьм, начинать раскрывать этот заговор, да, этот куб ДТА, как его Трамп называет. Я не думаю, что это правильно сейчас делать, потому как надо сосредоточиться на позитивных моментах, на мой взгляд. Вот. Но и истеблишмент пытался свалить президента, что является, в принципе, используя для этого как бы механизм, который в Конституции прописан, но не имея для этого достаточных оснований, вы понимаете? И теперь, раз они составили такой прецедент и палата представителей, да, импичмент вынесла по таким надуманным, натянутым, притянутым за уши обвинениям, то теперь как бы этот бар, да, эта дощечка, она поставлена на очень низкую высоту. Перепрыгнуть через нее теперь сможет любой деприканец. В том плане, что теперь, ребята, готовьтесь, любой демократический кандидат подвергнется невероятным, совершенно страшным вещам. Вот это как бы те последствия, которые, скорее всего, демократическая партия ожидает. Ну, а насчет выборов пока непонятно совсем. В любом случае, мне бы не хотелось, чтобы контроль над всеми палатами перешел бы к республиканцам. Пусть демократы контролируют палату представителей. Главное, чтобы они прекратили заниматься деструктивными вещами и начали заниматься конструктивными вещами. Мне кажется, что это очень-очень важная вещь. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Затов. Вы слушали Бутик-Политик. До встречи завтра. Бутик-Политик с понедельника по четверг с четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал.